доброго времени суток друзья и приветствую всех на канале rzone game сегодня мы с вами посетим один из вновь открывшихся проектов который называется second life роли play естественно что построенный на базе игры арма 3 ну и как позиционирует себя данный проект ну и как написано на странице ввк данного сервера данного проекта присоединяйтесь прямо сейчас к проекту second life рп который перевернул представление о арма 3 и распахнул двери в мир безграничных возможностей мы сервер арма 3 rpg который дает возможности отыграть свою роль играю нас вы почувствуете реальную жизнь в игровом мире друзья вас приветствует команда second life роли play мы приложили много усилий чтобы вы вместе с нами вошли в новый проект уже с чем-то новым в нашем случае это новая жизнь на уникальном острове second life рп ну а вот на новизну и уникальность мы как раз с вами зайдем и посмотрим ну и уже с первых минут понятно что это просто пост для того чтобы в общем-то приманить каким-то образом игроков потому что уникальностью здесь и не пахнет ну а что же будет в дальнейшем на этом проекте сейчас мы потихонечку шаг за шагом и разберем итак точка появления уже на карте можно понять что столицей была выбрана локация города пиргаса такого города как кавала здесь можно сказать вообще не существует это вот одно из отличий того что есть на этом проекте город кавала то есть но можно еще по карте посмотреть что там практически нихрена нету то есть столицей является пиргас и в пиргасе и все основные и ключевые точки ну вот одна из таких вот как они называют уникальных отличий ну и заходим на сам проект и тут в общем то опять какое то есть противоречие между тем что много уникального и нового а по сути ничего уникального и нового то нету пиргас немножко перелопачен но все изменения весь дизайн он такой я бы сказал надуманный что ли можете заметить что это площадь пиргаса она немножко изменилась да каким же образом она изменилась а да просто убрали отсюда высотки здесь должны стоять две или три высотки их нету их заменили вот на маленькие такие вот магазинчики которые стоят вокруг в общем то вот и все изменения но в этом изменении есть и некий смысл вообще на всем проекте очень мало сторонних зданий я на самом деле заметил всего одно в основном всю архитектуру они поменяли с алтийской на тонуанскую вот и все изменения в общем то но как я и сказал в этом есть смысл и я так думаю что разработчики данного проекта просто борются за каждый кадр за фпс и фпс здесь действительно божественны ну просто потому что они тут больше ничего ничего левостороннего модмейкерского здесь мы не увидим изменения но вот они действительно минимальные но более минималистического проекта наверное тяжело будет вообще встретить сейчас вы это в общем то все видите весь функционал все механики это все очень и очень старенькая такое нафталиновое я бы так сказал никаких-то уникальных действительно уникальных или может быть новых моделей одежды кроме рюкзаков из последнего дополнения мы не увидим поэтому на одежде и на шмотках даже не будем заострять внимание пройдем дальше до магазинов автомобильной техники и можете заметить что даже самих магазинов нету просто в чистом поле стоит вывеска с ней взаимодействуем ну и вот тут список автомобилей бросается в глаза что очень много автомобилей по випке но випка вам предоставляется при заходе мне дали буквально там минут наверное через 20 как я зашел у меня встретил администратор и попросил перезайти чтобы випка мне упала ну а транспорт вот такой вы его сейчас видите как я уже и сказал удивляет то что нету даже самого здания вот я сказал да что скорее всего что разработчики борются за каждый кадр связаны масса потери фпс и имеется ввиду поэтому нету никаких зданий ничего ничего нет он такой мимо минималистический что даже иногда удивляешься тому что видишь ну и вот например список транспорта причем этот список транспорта был еще и вывешен на стене вконтакте как видимо какая-то гордость не знаю но вот такой вот список транспорта на этом проекте то же самое наверное надо сказать и про рабочие занятия ничего интересного или нового здесь нету почему они считают себя уникальными наверное знают только сами разработчики на мой взгляд это обычный стандартный облегченный проект вот и все здесь очень мало транспорта здесь практически нету зданий по карте очень много убрано родных зданий ну то есть проект очень и очень облегчен в чем уникальность я не знаю это все тот же старый старый алтис ну и рабочие занятия естественно единственное доступное это почтовая служба которая тоже никаким образом не изменена сейчас вы это видите обычная стандартная машинка и обычные точки единственное что так как перенесли столицу в пиргас оковала вообще заброшенный город поэтому точки надо подбирать по-другому ну путем того как вы будете менять направление и смотреть сколько что стоит потому что как обычно 1 20 ну естественно здесь не работает ну и катаясь по проекту я тоже ничего не увидел а вот это рабочее занятие но навело нами на какую-то ностальгию когда только первый раз я увидел подобную работу мне она очень понравилась я помню даже как мы человек наверное 5 катались вот на этих машинках включая рацию с дальными с дальными волнами и разговаривая между собой было достаточно прикольно но на данный момент данное рабочее занятие но это как я уже и сказал нафталин но тем не менее давайте переходить дальше так как особо архитектуры мне вам здесь не показать каких-то изменений или нововведений нету переходим к процессу экономики и фарма которые здесь облегчены как транспорт облегчен нету ни магазинов и огромного списка автомобильного транспорта грузового имеется ввиду так и экономика очень очень простая можете посмотреть по ценам то есть за одну поездку самую дальнюю на почте вы заработаете порядка 25 тысяч ну и уж дальше смотрите что вы можете себе приобрести например вертолет здесь стоит вообще одну тысячу поэтому ну вот думайте сами правда вертолетов здесь тоже очень мало и они не для фарма а только для того чтобы летать ну переходим к фарму и фарм здесь тоже такой же нафталиновый как и работа почтового курьера выглядит все вот таким образом как вы сейчас это видите мы работаем киркой потом бегаем собираем некие объекты которые в свою очередь уже перезагружаем в машину я уже как-то говорил и вот даже до недавнем стриме говорил когда показывал проект новоса что вот та система например мне гораздо больше нравится и вот если есть выбор да идти например вот на такой проект уникальный как они себя называют да или например посмотрели мы вчерашний стрим вот действительно мне кажется что вот на новости ты все-таки более уникальная система чем здесь это не уникальность это старинный классический сбор ресурсов который выглядит вот таким вот образом ну и передвигаемся на переработку и скорость сбора ресурсов которые вы сейчас видели и скорость переработки это уже с учетом випки я говорил да что меня поймал администратор и попросил перезайти вот то что вы сейчас видите вот эту скорость и это с учетом вип 4 которые мне прописали администрация на какой срок честно скажу не знаю наверное на неделю стандартно как это обычно дается но может быть и меньше может больше я не знаю но это вот с учетом випки то есть без випки конечно же скорости такой вы не увидите ну а далее по дороге на продажу я встретил памятник анахронизму который но это уже мое личное я их ненавижу это навязывание рп принудительное навязывание рп причем здесь несмотря на то что хотя бы шлагбаумы открыты на этом памятнике анахронизма но расставлены вот такие вот барьеры между которых надо петлять более того вы эту точку не объедете потому что от самого кп до одного моря в одну сторону сторону пиргаса и в сторону отиры до второго моря стоит длиннющий забор который объехать невозможно вот таким вот образом это все выглядит я попытался объехать но к сожалению это невозможно машина тонет зачем так делать а вот хоть убейте не знаю это ну на мой взгляд это принуждение принуждение игроков таким же образом можно принуждать например посещать медицинский пункт просто надо поставить какой-нибудь автоматический скрипт или триггер чтобы он каждые 15 минут убивал игрока и того и надо было идти лечиться ну вот тоже самое зачем навязывать вот это вот но не хочу я там ездить зачем вы ставите вот эти заборы не знаю вот действительно мне этого не понять я играл на проектах где нету этого вообще в помине где полицейские управления это как в моем городе например она где-то есть я даже не знаю где ну ну вот а за это я считаю что это просто принуждение которые вы действительно вы даже не сможете он вот этот забор переграждает всю карту прямо напополам вы не объедете будете все время ездить через полицейское управление на мой взгляд еще расскажу это принуждение ну и к этому же принуждению и еще на мой взгляд не очень грамотному распределению ключевых точек можно отнести то что без лицензии вы здесь не увидите товар то есть я пришел купить вертолёт а мне без лицензии не показывают но чтобы купить лицензию мне нужно будет опять сделать вот такого вот крюка который я сейчас вам показывал через пост анохронизма так как есть пункт продажи лицензий только в пир pregunta и больше не где то есть чтобы мне вернуться сейчас за лицензию нужно будет сделать вот такого вот крюка опять петляя через этот памятник не хочется ругаться до пиргаса и потом точно так же обратно никаким образом не срезать не купить где-то в другом месте тоже нельзя считаю это не очень грамотным поступком со стороны администрации но проделав этот ряд абсолютно бессмысленных телодвижений с поиском лицензии мне все-таки удалось купить вертолет ну а список летной техники вы сейчас видите опять да здравствует минимализм минимализм во всем в архитектуре в транспорте этого все вертолеты вы видите сколько стоит как я и говорил вертолет можно купить за тысячу а лицензия за которые потратил огромное количество времени стоит всего 150 долларов не знаю на мой взгляд было бы проще поставить прямо здесь магазин с лицензией ну вот в общем таким образом мне удалось приобрести вот такой вот вертолетик ну а в целом показывать на этом проекте больше нечего как я сказал ни архитектуры не каких-то интересных удивительных вещей здесь нету ни механик не взаимодействие вообще принципе ничего нету такой сухой классический проектик который почему-то разработчики называют уникальным ну наверное надо еще раз сказать что я показываю проекты может быть они считают что у них здесь будет уникальная рп но это я уже показать не смогу все что я еще увидел на данной сборочке это вот такая вот база которая принадлежит какой-то группировки кстати у этой группировки есть еще и вот такой интересный транспорт транспорта казалось бы стандартный как и весь проект но вот смотрите черные текстурки и он уже выглядит совсем по-другому симпатично сделано хотя всего лишь навсего поменяли текстурки вот на такие вот полуматовые какие-то ну а база выглядит вот таким вот образом база как база в общем-то это единственный объект который можно было посмотреть исходя из архитектурных изменений на этом проекте ну а больше показать нечего вот такой проект если кому-то нравится если у кого-то есть проблемы с фпсом то вот это как раз для вас для любителей классики ну и тому подобное ну а у меня на этом все спасибо всем кто смотрел всего вам доброго